А вот это? От глазницы в сторону края черепа, на древнем черепе. Какая густь идет? Лобная идет к середине черепа. Словая? Словая, конечно, надо сказать, словая будет. От нее поднялся отросток, который соединяется с отростком вот этой костерки. Номер 6. Височный отросток. Номер 7. Кость, стоящий между глазницами. Между глазницами, номер 7. Лобовая. Лобовая атака бывает. А костерки называются лобовая. Хорошо. Номер 8. Теменная. Совершенно верно. И последняя, которая видна снаружи. Номер 9. Затылочная. Ну, ну, ну. Затылочная. 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 Совершенно верно. Вот. Превречение линейных размеров тела на что начинается. Знаете, все меньше участки поверхности тела приходится на каждую дни соперника. Почему это важнейшая в биологии закономерность? Скажи, пожалуйста, а тепло вырабатывается каждой единицей поверхности вашего тела или каждой единицей объема вашего тела? Объема. 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 Каждая клетка. Согласна. А вылепучивается в окружающий космос через единицу объема или через единицу поверхности? Через единицу поверхности. Если в ухо покорный, как лопух. Негазка. Да, очень большая. В результате это радиаторы, которые выставили на улицу. Зачем? Для сбрасывания излишков тепла. Если тело в график перебрев, словом начинает махать ушами. Зачем? Ну что там уши фантазии? Да, да. И охлаждалась кровь, протекающая сквозь уши. Хорошо. Разобрались. Итак, самые крупные волки, разумеется, живут у нас в России, на северо-востоке. Самые суровые условия. В этих условиях выживают животные с более крупным телом. Им проще сохранить внутреннее тепло. Чем более мелким собрать. Так вот, остальное, что подведу в лопух, внешний адрес черепа окажется примерно таким, как я нарисовал. Но в чем дело? А вот в чем дело? Вот мы с головой коробкой. Она небольшая. Зато вот это что? Один из сегментов. Да. Сегидальная, аплодерично-затылочная крепень. Огромные площадки уходят на места для крепления мускулатуры. Но в лазнице у меня, конечно, не здесь подвешивают. Пока я его смещал. Ну а так более-менее приблизили пропорции нереального зверя.